Здравствуйте, Раки! Это совет Купидона для вас на май месяц. Потенциал месяца у вас Старший Аркан Верховный Жрец. Что может помочь наладить свою любовную жизнь, как-то гармонизировать всё? Это карта Старший Аркан Сила. И что может помешать нашему счастью? Это Паш Мечей. Ну, выглядит, конечно же, очевидным, особенно для людей, кто уже в отношениях в браке. Верховный Жрец. Понимаете, для тех, кто в постоянных отношениях и более-менее всё стабильно, великолепный месяц, когда всё идёт своим чередом, как бы в отношениях и доверие, и верность, и покой. То есть этот потенциал есть. Но что может помочь? Сдерживание своих каких-то, скажем так, порывов, нетерпеливости. Потому что сила всегда требует от нас колоссального терпения и приложения усилий в чём-то, чтобы как раз сохранить этот покой, чтобы как-то всё так и процветало в отношениях. Но Паш Мечей, который в смысле ждать? Я не хочу, я хочу быстрее. А как? А что? А вот можно ли как-то профорсировать? Вот ему не терпится, понимаете? Вот ему надо докопаться до самых таких вот непонятных вещей. Ему так и хочется этого партнёра ткнуть этим мечом в одно место, чтобы пошевелился. Понимаете, вот это может стать проблемой. Старайтесь этого остерегаться. И для людей свободных. Верховный жрец тоже. А, если бы было сказать, что для парных людей, для тех раков, которые хотели бы повенчаться, то, скорее всего, этот месяц как раз прекрасная возможность это сделать. Потому что потенциал Верховного жреца – это и брак, и заключение, ну, обычного брака, и заключение брака на небесах, то есть венчание. Для свободных людей Верховный жрец – тоже такая вот энергия, видите, какая потенциал. Взрослая энергия. Понимание многих вещей в своей жизни по поводу отношений, по поводу людей, по поводу собственных каких-то вещей. Есть возможность многие-многие вещи понять. Даже, я бы сказала, вот так вот, знаете, какие-то для себя открыть какие-то секреты. То, что было когда-то скрыто, и по каким-то причинам это вот мелькало перед вашими глазами. Даже не важно, насколько вы умный человек, понимаете. Но всё время как-то что-то упускалось важное для вас, понимаете, ценное для вас. Но чтобы вот это вот раскрыть, надо, конечно же, немножко набраться терпения и быть очень-очень внимательным, и уметь контролировать свои какие-то вспышки и порывы. Ну, Паш Мечей, он, да, вот терпеливости при всём том, что, ну, очень умный, умнейший просто парень, но настолько нетерпелив, вот настолько ему это терпеть, ждать, догонять. Ну, в смысле, как это, ну, почему надо ждать, почему надо догонять? Так хочется всё быстрее, быстрее, быстрее. Что может помочь построить отношения? Вы знаете, вот эта сила, это всё-таки наша страсть, это наши внутренние, вот когда химия совпадает с человеком, когда ты человека чувствуешь, когда тебя действительно тянет, когда ты понимаешь его, когда ты его ощущаешь. А Паш Мечей, это, понимаете, это, конечно, прикольное, остроумное общение, но оно вот какое-то без особого проникновения эмоционального. Вот остерегайтесь этого, то есть если вы уже взаимодействуете с потенциальным ухажёром, да, то пытайтесь как-то вот прочувствовать человека, понимаете? Наберитесь немножко терпения, если вдруг человек что-то где-то, ну, не тычьте вы его сразу, не тычьте. На дне колоды, я не знаю, к чему это здесь применить, мне кажется, немножечко, девяточка кубков, ой, здесь так он славно наелся, напился, так ему хорошо, боже мой, немножечко лениво, немножечко может не захотеться где-то напрягаться нашим дорогим раком, и так хорошо. И мне кажется, немножко здесь, знаете, такое вот состояние, да, линцы, расслабленности, удовольствие от жизни. Я думаю, что у раков у многих будет прекрасный месяц май, прекрасный месяц май, где-то даже вы себе позволите полениться, мне кажется, оно здесь не навредит. Здесь может больше всего навредить колкость, нетерпеливость и излишняя, ну, язвительность по отношению к людям. Попробуйте вот эту энергию немножечко усмирить в себе, понимаете? И тогда какое-то глубинное понимание, вот такое вот взросление внутреннее эмоциональное. Я сейчас говорю только про внутреннее эмоциональное взросление, потому что это очень хорошо, когда мы понимаем некоторые вещи, которые до нас были очевидны, но почему-то до нас вот как-то вот не доходили. Так что, дорогие раки, я желаю вам любви, счастья, радости. В мае пока. Субтитры создавал DimaTorzok